всем привет ребята такое у нас было утро солнечное мы с вами лежали все утро я блин проснулась ни свет ни заря и не смогла больше спать и загрустила загрустила и пошел дождь но не дождик а затянуло небо но я на самом деле очень рада что затянуло небо а потому что вот когда дождь когда пасмурно то у меня нет ложки то как-то сидеть дома и никуда не выходить ну как бы знаете эмоциональнее что ли проще вот а когда вот утром солнышко мне так хотелось куда нибудь поехать что-нибудь поделать вот и я обрадовалась когда небо затянуло и в общем не знаю последнее время люблю дождик особенно когда-то дома можно зажечь камин вот думала я что я сегодня высплюсь прям будет у меня сон такой супер-пупер какой там настолько привыкла к тому что я просыпаюсь среди ночи вот я просыпалась просыпалась ровно столько же сколько обычно я с ванюшкой просыпаюсь и причем просыпалась в одно и то же время как обычно с ванюшей просыпаюсь и то мне хотелось пить то хотелось туалет то я просто просыпалась от того что где мой ребенок и короче но я проснулась в 9 утра и мне больше не хотелось спать и я с 9 утра пошла сидела бутерброды кофеётик ваня тем временем спал высыпался но он еще ночью играл вот сейчас мы собираемся обедать вот у меня супа ваня доедает гуляш на гарнир у него рис хлеб мама мне высылает фотографию ванюши там просто этот все расписано по минутам у них там хорошая очень погода вот очень красивое небо не на море сейчас не сейчас он еще спит а вот до этого они были на море мама мне высылала чего ребенка я очень рада видеть когда он улыбается сейчас будем квартирный вопрос смотреть потому что смотреть больше нечего вот то есть там всем приятного аппетита всем приятного аппетита нам пришла посылка и я не знаю что там тюль она должна была понедельник прийти сегодня пришла тогда тем более откроем я даже ножницы взяла да реально тюль тюль я оформила возврат нужно съездить ее отдать на неделе вот взяла вот такую вот упаковку сейчас вам покажу заказывала я на сайте амазон то что ищите там кому интересно кстати тут сразу же есть и размеры я заказала одно полотно три метра длиной и получается точнее ну да ширина три метра а длина 245 как раз отлично подходит для нашей комнатки сегодня могу повесить это пума если что если что то это было пусяша где ты и конечно же камень класс сейчас супер ваня мои сторисы смотрит в инстаграме наслаждаемся каминчиком я работаю за компьютером вообще красота и у нас потемнело потому что дождик идет прям так темно на улице сразу стало вот как надо есть макароны с сыром я думаю ванюшке бы так понравилось сейчас просто усыпано все сыром ни кусочка макарона не видно моё плюшечка плюшечка ты чё хорошо тебе жизнь прекрасна пусяш я тоже так считаю мое пузо растет сегодня что-то прям вообще как-то тяжко так я замерила кстати живот ножка как у меня сейчас живот 8 окружность но я вот где-то вот здесь вот меряем 87 сантиметров еще чуть-чуть и мы приблизимся к метров окружности но надо но на 90 уже почти близко кати не лежится конечно сегодня такой там не так много то времени лежала сегодня но мы сможем повесить только на эту стену тюля ну да потому что я заказала же еще крючочки вот эти вот штуки их мало их мало они еще не пришли а как их вставлять не знаю это тебе будет задача прикольно ты придумала штору перевешу туда а здесь шторы не будет здесь будет только тюль просто эти штучки вроде как нельзя вставить да но не должен из какого-то края вытаскиваться и вставляться а так посередине их нельзя в любом месте вставить ну как ну по крайней мере в электрической нельзя вставить кстати по поводу того что нельзя беременным держать руки вверх это абсолютно миф держать руки если вы конечно часами будете работать и держать руки вверх тогда нельзя а если это что-то помыть что-то перевесить что-то поднять что-то поставить нет в этом ничего плохого если естественно если нет противопоказаний потому что беременности бывают разные можете не писать я это прошла когда вешала что-то комментария прочитала что нельзя нельзя можно можно все можно все можно все можно все можно ваня забрал мне что он говорит все можно но давай и я там 10 крючков имей ввиду что у нас теперь эта сторона закрывается и вот эта сторона закрывается шторами но мы закрываем вот этот например закрываем только утром когда что-то смотрим здесь вообще не закрываем вот единственное вот эту вот сторону начали закрывать что у нас сосед поменял лампочку возле своего гаража и она так ярко светит прям очень ярко и да светит она конечно знатно светит и я думаю о как хорошо вовремя штору повесила а вообще по поводу того что не смущает ли нас что у нас только окон и мы не закрываемся что все нас видят я то что у нас так расположены дома что нас не видно и мы никого не видим у нас у соседей дом который мы видим у него нас но но с этого из этого дома не выходят окна на улицу на дорогу то есть я вижу мне кажется там либо туалет либо душ либо какая-то кладовка то есть потому что там не просто окна а вот эти блоки такие квадратники стеклянные то есть все жилые комнаты выходят на другую сторону на вид на море на на холмы вот и с дороги допустим наш дом видно совсем чуть-чуть с машины вообще ничего не видно нужно отойти припарковаться к соседу к соседскому заезду выйти из машины тогда будет видно что у нас здесь в доме да и вообще когда мы будет в сан-хугате жили и в сан-лиссенции у нас всегда были окна открыты нас как-то вообще не парило никогда что кто-то на нас смотрит ну если хочется на нас посмотреть пусть смотрит смотрите на ютубе смотрите сколько влезет я вообще не парюсь хожу в трусах и мне как-то ну вообще без этого тем более у каждого своя жизнь не сдались мы кому кому-либо сегодня утром так как я дольше спал конечно мне солнце светило прямо глаза да обычно то мы встаем рано да это так оно отвиснет и вот одна стена получается окно кто-то еще говорит заложите окна у них слишком много не мы мы топим за окна нам очень нравится то что у нас вот получается все вот это вот окна когда мы поменяем будет вообще по-другому все будет классно ну и это можно закрыть вот тогда уж прикольно что повесишь тюльку только эта тюлька не раздвигается она фихо будет потому что она сплошное полотно она не состоит из двух это одна большая тюль то есть не два кусочка да одна большая это я ее не повесил нет ай блин у нас нет крючков нету нету все закончились все 100 штук да это не заказала заказала блин ну давай гирлянду мы ее сюда я думала бы вот сюда гирлянду чтобы на улицу к соседям был да вот тут тюль и под тюлю можно будет красиво а вот там снаружи мы в эту уличную гирлянду Да? Да. Только там нужно, я не знаю, как я там буду вешать. Это очень высоко. Если нам внизу ставить лестницу. Я не знаю. Я не достану наверх. Надо подумать. Надо подумать. Надо будет подумать. Там реально. Высоко. И надо хорошо будет крепить. Потому что здесь ветра. Сильный ветер. Опять кто-то там маячит. В чердаке сидит. Нам хочется что-то сказать. У нас нет чердака. Есть. Где у нас чердак? Вот такой вот. Что, правда? Да. А как надо его посмотреть? Ну, замурован. Там нету входа. Там нету входа. Там вентиляция просто сделана. Угу. Вот он там. Ну, прям чердака-чердака. Он строил. Заложил и себя. Ой. Убери это на диван. Блин. Чуть лоханулась. Пришла вешатюль. Пришла вешатюль. А крючков-то ку-ку. Позаканчивались крючки. Ой. Эх. 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 Субтитры сделал DimaTorzok